Вы следите за тем, что сейчас происходит в Татарстане, я имею в виду в российском регионе, республике Татарстан. Как вы оцениваете ситуацию вокруг неподписания, непродления договора об особых отношениях между Татарстаном, Казанью и Москвой? Мы это оцениваем как дальнейшее нивелирование в Российской Федерации роли будь какого субъекта, и особенно тех субъектов федерации, которые называются национальными республиками. Это принижение Татарстана и всех татар, которые живут в самом Татарстане или на других частях Российской Федерации. Что касается вопроса об учении на национальных языках, как вы знаете, российская власть предложила сделать изучение татарского языка в Татарстане добровольным. И вслед за этим, естественно, начались процессы. Некоторые школы отказываются от изучения языка, другие, наоборот, настаивают, что его надо сохранить. Вопрос языка в Татарстане и то, как Россия решает этот вопрос, вам кажется, скорее, благой для формирования независимой части общества, которая хочет язык учить добровольно? Или это давление, на ваш взгляд? Вы знаете, вот здесь можно посмотреть и юзуистство нынешних российских правителей, и в том числе самого Путина. Знаете, активизация во внешней политике, тогда, когда искусственно придумываются ситуации, когда как будто бы дискриминируется русский язык, когда сам русский язык выставлен в качестве такого, знаете, особого явления, из-за которого можно даже вводить войска, как было одним из объяснений ввода войск Крым, вторжения на Украину, была дискриминация русскоязычных. И в то же время уничижение языков собственных народов, входящих в российское государство. Я исхожу из того, что установление нормы, когда в национальных республиках Российской Федерации изучение национальных языков представителями других национальностей дается на откуп родителям, это особый такой уничижительный механизм ассимиляции коренных народов этих земель. Понятно, что выбор обучаться языку народов, на территории которых живут этнические русские, или не обучаться, это является таким созданием условий для сужения, в данном случае, татарского языка. Это норма тогда, когда каждый проживающий на территории национальной республики должен обучаться этому языку. Мне представляется, это норма, которая бы позволяла Россию в какой-то мере относить к демократическим государствам. Но, с другой стороны, я не очень, скажем так, сожалею, что Путин вел эту норму. Это один из инструментов уничтожения, собственно, сегодняшнего российского государства. Татары, башкиры, удмурты, калмыки, они должны осознать, что дальнейшее их нахождение в составе этого громадного государства, Российской империи, это является путь к их уничтожению. А если они начнут задумываться о выходе, может ли так получиться, на ваш взгляд, что их будет слишком мало для того, чтобы создать собственное государство? Мало я имею в виду, буквально численно. Ну, сейчас очень трудно представлять, какие могут возникать государственные образования в случае распада России. Но, в любом случае, распад России, с моей точки зрения, неизбежен. А определить конфигурацию этих государств и их конгломерацию сейчас очень трудно. Но я могу себе представить, что татары и башкиры могут быть в одном государственном образовании. У вас сохранились отношения с руководством Татарстана и вообще с регионом? Вы как-то следите за тем, что там происходит? Нет, у меня нет таких системных связей с нынешним руководством Татарстана или с иными чиновниками. Что не исключает само по себе какие-то возможности каких-то контактов. Дело в том, что Путин при вторжении в самом начале оккупации, и когда, видимо, его окружение убедило в том, что крымских татар будут очень легко подкупить, обратить свою веру, то главная ставка на основных переговорщиков была сделана на руководство Татарстана. И тогда у меня были короткое время, несколько месяцев, но довольно тесные контакты с президентом Татарстана. То есть, про Мениханова я сейчас вас обязательно спрошу. А в культурном смысле Татарстан и крымские татары сейчас находятся на большом отдалении друг от друга? Или это регионы, которые, потому что называются одинаково, поддерживают связи? Похоже, не одинаково. Если мы говорим языки, музыки, других направлениях, связанных с культурой наших народов, то, конечно, это различие чувствуется и достаточно сильно. Мы имели очень много общего в истории средние века, до того, пока Казань не была покорена Россией. Дело в том, что, вы понимаете, Российская империя, а вслед за нею и Советская, а потом сейчас уже Российская, они очень целенаправленно использовали различные факторы для того, чтобы стравливать народы между собой. И, скажем, в 20-м столетии, тогда, когда крымские татары были в условиях спецпоселения, то надзирали за ними военные коменданты. Была такая система установлена. И НКВД старало, чтобы военными комендантами были те, которые в какой-то мере знают язык крымских татар или близкие к ним. И такими были татары, и часть коменданта поставила на себе очень недобрые воспоминания. И это отразилось. Два очень коротких вопроса. Один мне просто очень интересно задать было вам еще с 2014 года. И вот повезло встретиться лично в студии. К вам приезжал Миниханов тогда один раз. У меня один раз. Три-четыре раза. Три-четыре раза. Один раз я присутствовал при ожидании этой, чем закончится эта встреча. Это как раз было в той самой гостинице Маракан. Вы внизу, кажется, с ним встречались в актовом зале. Он приехал на своем лимузине. Не знаю, откуда этот был лимузин. Украина его предоставила. И он свой привез. С ним была охрана. И эта охрана, которая сопровождала Миниханова, такие ребята, похожие на сотрудников ФСО. Они были все ФСБшники. Вот. Я хотел спросить. Они очень нелестно высказывались о крымских татарах так, как будто они с ними где-то на рынке лично подрались и даже порезали друг друга. Кто были эти люди? Откуда у них было вот это вот уже сложившееся негативное мнение о том, что надо все делать вот так, как они потом делали? Кто были эти люди? Мне трудно сейчас объяснить. Я просто не знаю, кто эти были люди. Но если это была охрана предоставлена из числа каких-то крымских тогда структур, спецслужб, то я допускаю, что у них было основание просто ненавидеть крым-татар, потому что они уже были в процессе предательства, когда они, изменяя украинскому государству, перешли на службу ФСБшникам. И тут Миниханов едет на переговоры с председателями джиниста, крымским татарам. То есть, подождите, крымские СБУшники предали народ крымско-татарский? Разумеется, они предали Украину. Подавляющее большинство сотрудников СБУ, как прокуратуры и милиции, они предали первые же дни украинское государство. — Наверное, вот теперь последний вопрос. Действительно, естественно, когда я разговариваю с вами, с Рифатом Чубаровым, первое, что мне приходит в голову, это спросить о положении крымских татар и вообще о состоянии защиты прав крымских татар, ну, все, что касается вашего народа. Но вы же занимаетесь не только проблемой крымских татар. Какие вопросы украинской политики, если можно коротко, вас сейчас волнуют? Вот что называется у вас на повестке дня? — Восстановление территориальной целостности Украины, ее международно признанных кордонов, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. Потому что это есть единственное условие для сохранения крымских татар. — Все? — Ну, в это входит очень многое, но если говорить как о конечной цели, да, разумеется, демократическое развитие украинского государства, но для этого надо, чтобы русские оккупанты вышли за пределы Украины. — Спасибо, Рифат Чубаров. Спасибо большое.